Здравствуйте! Сергей Иванович, как идет уборка? И хочется сказать, что были благоприятные условия погоды для уборки. В этом году, как никогда, не было у нас дождей. И все зерно мы смогли убрать за крыма, сухую, жаркую, ясную погоду. Но ведь были и неполадки у погоды, было и наводнение. Вы здесь неподалеку находитесь. Задело вас? Да, в конце мая, в начале июня мы все были очень расстроены, ввиду того, что были сильные дожди, у нас выпала повышенная норма осадков, чем обычно мы ожидаем. Были подтоплены участки, пропала немножко часть урожая. Конечно, очень жаль, но в целом нам все-таки удалось сохранить урожай и собрать его. Ну все-таки у нас Терский конный завод, а вы занимаетесь растениеводством. Почему так получилось? Я знаю, что исторически так и было, но какое-то время был перерыв. И потом, почему вы решили заняться растениеводством? Любое животное, в том числе и коневодство, это отрасль, которая не дает больших прибылей. А для того, чтобы содержать хозяйство, приобретать технику, платить заработную плату, приходится думать о других побочных и доходных частях. А растениеводство всегда в сельском хозяйстве является одной из стабильных доходных отраслей. Поэтому мы собрали все земельные участки благодаря нашей управляющей компании ООО «Ставрополь Агросоюз». И подсоединили те участки, которые пустовали, те, которые были у людей, мы взяли в аренду. И нам удалось собрать до 10 500 гектаров сельхозугодий, из них 9 470 этапашней. Все опустить, все в оборот. И на сегодня мы занимаемся полностью всеми видами культур, которые позволяют наши климатические условия. Это зимая пшеница, зимой ясмень, овес, горох, лен, кукуруза и подсолнечник. Давайте поговорим о железных конях. Комбайны у вас откуда? Техники хватает ли? В 2013 году было принято решение о приобретении своих зерноуборочных комбайнов и всей техники. И на сегодняшний день у нас уже 19 зерноуборочных комбайнов. И нам этого на наши участки вполне достаточно. Так как нагрузка на один комбайн в этом году всего состояла 341 гектар. Ну, хотелось бы сказать о том, что это комбайны не класс, не американские, не западные комбайны, а комбайны, как я понимаю, наших партнеров и друзей из Белоруссии. Вот как себя зарекомендовали эти комбайны? Мы проверяли ряд комбайнов, нанимали когда вот в 2011, 2012, 2013 годах комбайны. И Акрос занимали, и классы занимали, нанимали на уборочную страду и другие виды комбайнов. Но нашим механизаторам все равно приглянулся по лесу. Поэтому она более неприхотливая, хорошо убирает. И в любую погоду на ней можно работать. И запчасти все-таки немаловажный фактор более-менее доступна, чем импортная техника. Я знаю, у вас есть один комбайн-вездеход. Зачем он? У нас есть участки, которые труднодоступны для уборки. Это солончаки, мочаки, которые открываются именно в сезон уборочных работ. Поэтому гусеничный комбайн нам просто был необходим. В прошлом году из-за этого мы практически потеряли часть урожая. У нас растянулась уборочная работа. И в этом году, приобретая этот комбайн, мы практически все участки пошли ускоренными темпами и успешно. И ничего не осталось на полях. Все подобрали. Вот вы довольны урожаем и урожайностью, я так понимаю. И эта урожайность, как вы прежде говорили, растет из года в год. От чего это зависит? Я знаю, что у вас есть какие-то отдельные участки, которые вообще дают фантастическую урожайность. Да, я очень благодарен труженикам Терского племенного конного завода. Всем механизаторам, водителям, да и всем тружителям, которые заняты именно на производстве сельхозкультур. Так как начинали мы в далеком 2012 году с 29 центера с гектара. В этом году мы заканчиваем 54 центера с гектара. Каждый год нам дает прирост 5 центера с гектара. Я считаю, это немаловажный фактор. Я думаю, что немаловажная заслуга в этом и агрономов. Давайте пойдем и узнаем, как на самом деле обстоит дело с урожайностью, с посевами. Может быть здесь кроется секрет успеха. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил Александрович Шевченко. Вы агроном? Я агроном отделения номер 2 Терского племенного конного завода номер 169. Михаил Александрович, я знаю, что очень многое зависит от семян. Наверное, здесь кроется секрет успеха этого лета, этой уборки. Ну, только за одну конкретную причину нельзя сказать. Тут совокупность и семена, и удобрения, и погодные условия в основном влияют на урожайность. Ну, качество обработки почвы. Все взаимосвязано. Нельзя выделить конкретно одну проблему. Как идет весь год аграрный? Где-то вы подкармливаете почву, чем вы подкармливаете? Ведь все-таки у нас зона рискованного земледелия на территории всего практически Ставропольского края. Ну, у нас все, как и везде, подкормили аммиачной селитрой, обработали вовремя. Главное, все делать в сроки, и получится хорошо, как видите. 54 центнера с гектара – это очень хороший показатель. Это ваше наивысшее достижение? Да. Я слышал, что на каком-то участке было и 64 центнера с гектара. И 76 было. Но это элитные семена, которые мы будем сеять осенью. Ну, ее вообще потенциал такой, что она меньше давать не должна. Это задел на будущее? Да, конечно. Ну, а всего по объему валовый сбор сколько будет? Ну, я думаю, что 11 тысяч уже у нас есть. Еще тысячи-полторы из того, что осталось, мы должны взять. Так что 12500 в кармане. Да, вот вы сказали, вот комплекс, секрет успеха в том, что в комплексе все заложено в него. В том числе, наверное, и людей, которые здесь работают. Кто эти люди? Как вы? Да, люди у нас вообще золотые. Без них никуда. Это нужно и вспахать, и посеять, и обработать. В общем, организовать, и все пойдет. Спасибо. Сейчас вот я вижу одного золотого человека, который ждет нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей зовут. Фамилия? Шевелев. Андрей, давно вы работаете механизатором? Механизатором, да, в этом хозяйстве третий год. Почему вот решили пойти? Ну, нравится, поля, простор, воздух свежий. Работа, компания хорошая. Какая же компания? Вы тут один практически? Ну, почему? Собираемся в обед, ужин, в утром разговариваем, общаемся. Трудно работать? Вот некоторые думают, что как бы работать сел, да и поехал, да и все. Да нет, все равно сложновато. Рано встаем, допоздна работаем. Плюс условия такие, что месяц, как бы, погода позволяет, работаем хорошо, долго. Как комбайны, как вы оцениваете? Хороший комбайн. И условия сделали для комбайнера, как бы, кондиционер, как бы, все есть в эксплуатации, в ремонте несложный, как бы, все делается, все в полях ремонтируется, делается. У вас есть какое-то соревнование между собой, между комбайнерами? Нет, мы дружно стараемся, чтобы у всех все одинаково было. Ну, а кто же тогда победит в каких-то конкурсах, может быть, там, не знаю, награды получать будет? Это будет в конце, узнаем. В конце уборки. Ну, хотелось бы, наверное. Ну, наверное, хотелось бы, да. Это была битва за урожай из Минераловодского городского округа.